Огнетушитель в магазине, где продают петарды и салюты – вещь первой необходимости. Класс пожароопасности у такой продукции – первый. От малейшей неисправности в ней можно легко взлететь на воздух в прямом смысле этого слова. Первое правило торговли пиротехникой – ее ни в коем случае нельзя продавать детям. А для покупателей фейверков убрать петарду сразу после ее приобретения подальше от ребенка. В жилых массивах, конечно, надо тоже внимательно выбирать места и не допускать опасной близости с такими строениями. После инициирования действия пиротехники, то есть после поджога фитиля, необходимо удалиться на безопасное расстояние, дождаться окончания работы пиротехнического изделия. После этого не следует приближаться еще в течение 10-15 минут к этому изделию, к отработавшему, после чего необходимо засыпать снегом, либо залить водой это отработанное пиротехническое изделие и потом утилизировать как бытовой уход. В ходе рейда по местам продажи пиротехники сотрудники МЧС внимательно проверили все документы, накладные сертификаты и лицензии. Инспекторы Госпожнадзора напоминают, покупать пиротехнику можно только у тех продавцов, которые имеют на то все разрешительные документы. Приобретая пиротехнику, необходимо обращать внимание на целостность ее упаковки, наличие сопроводительной документации, учитывать условия, при которых она хранится. Вскрывая коробку с салютом, первое, что необходимо сделать – внимательно прочесть инструкцию по применению. Если мы говорим о батареях салютов, то следует очень внимательно подойти к месту использования, к выбору места использования такой пиротехники. Как правило, это открытые площадки на свежем воздухе. Значит, необходимо тщательно утрамбовать снег, либо землю, как-то подготовить место для размещения таких батарей. Сотрудники МЧС обращаются к жителям и гостям Приморья с просьбой не приобретать пиротехнические изделия в неспециализированных магазинах. При покупке салюта всегда нужно требовать у продавцов сертификат качества. Если в подлинности изделия есть подозрение, лучше его не брать. Вообще обращаться с опасными игрушками следует особенно осторожно, и тогда праздник не превратится в трагедию. Олег Завьялов, Светлана Садовая, Новости на Восьмом.